запись включена мы можем начать нашу следующую программу и у нас в эфире сегодня россия западный шаман сергей мельников сергей здравствуй приветствую вас до всех радиослушателей спасибо сегодня последний день перед таскать длительным путешествием насколько вот мы это обсуждали последний раз поэтому дорогие друзья запаситесь терпением мы встретимся с сергеем уже после того как он вернется своего путешествия и одно из мест куда сергей по-моему ты едешь это тибет да в тибет восточный тибет вот видите то есть это кайлас не на кайлас мы не поедем на этот раз мы поедем в другие места но примерно так это очень интересно и мы конечно после того уже после возвращения сергея мы с ним встретимся опять и поговорим вот как там и что там было ну а сейчас дорогие друзья хотелось бы продолжить нашу беседу которую мы начали собственно говоря она мы начали вы давно из передачи передач мы об этом говорим потому что на самом деле самое главное самое важное и в деятельность самого сангейц радио и деятельность самого сангейц центра именно этому посвящена то есть поиском истины и поиском своего собственного я поскольку если мы знаем свое собственное я то чего мы хотим это и есть то наше предназначение которое казалось бы нам всем надо исполнить то есть мы все рождаемся приходим на землю сергей меня сейчас поправит если я неправильно что-то говорю с какой-то определенной миссией и будем приходить мы еще достаточно долго и приходили мы достаточно много раз ну каждый проживает еще раз свою жизнь и как найти вот это тот единственный правильный путь причем люди что самое интересное у нас сегодня эпоха водолея это эра информации и сегодня с помощью интернета мы вот и общаемся сергеем до этого мы общались с астрологом и это очень здорово интересно то есть мы можем получать эту информацию которая потом если мы применяем становится знанием и это нам помогает в жизни сергей вы знаешь ты знаешь ну мы на ты собственно говоря уже так так и будем наверное да так я вот читаю читаю по следам наших программ люди пишут люди кому-то нравится кому-то понятно не нравится ну кстати большинство людей нравится но вот был один вопрос который я потом сам посмотрел а вопрос был следующий ну мы начали нашу первую программу вообще так говоря если ты помнишь мы начали ее со школы атлантиды то есть и даже там одна женщина написала это чего реклама школы атлантиды на что в общем то я ответил нет это просто сергей начинал с этого и мне это было интересно это не реклама школы атлантиды это не реклама бориса моносова это не о допустим командор лейтенанте сергея мельникова или сергея чербатюк и там другие люди которых я допустим тоже знаю нет это о том определенном этапе жизни через который сергей мельников проходил и там внутри этой школы это школа магии вообще-то говоря школа атлантида школа магии понятно занимается магией давай немножко вернемся и почему потому что поступил такой вопрос в интернете выложено коротенькое видео где ты показываешь такое интересное магическое есть такие магические совершенства в ведах это описывается одно из которых называется телекинез то есть передвижение планетов силой мыслью и вот это дорогие друзья я просто вам рассказываю вкратце что в этом видео то есть стоит на столе пустая бутылка там значит там пробка подвешена нет на нитке висит какая-то бумажечка то есть она как бы герметически закупорена бутылка никаких дырочек нету в стенке и вот что делают люди и в данном случае делает сергей он берет и рукой и силой своей мысли он пытается внутри этой бутылки создать какое-то вот такое ну что ли электростатическое поле то есть движение вот этой бумажки без воздействия на него шевелить там этой ниточкой там идут на нее и так далее и вот такая коротенькая такое вот видео я его посмотрел и это та самая магия или одно из мистических совершенств которые владели кстати очень и очень многие люди и вот вопрос такой сергей объясни пожалуйста это правда ты владеешь такими вместе таким данным очень мистическим совершенством ты можешь заниматься телекинезом или это была какая-то шутка а значит вообще история этого видео это где-то лет восемь наверное назад я его записал тому не забыть что такое возможно помнится я занимался телекинезом какое-то время и довольно долго мне ничего не получалось и вот однажды на втором не голодание вот я ощутил от какую-то энергию которая через меня шла гораздо сильнее чем обычно думаю так я подвигаю спичку в бутылку мне это удалось но надо сказать довольно потом я пробовал еще поработать телекинезом и заметил что в стеклянной посуде например сложнее двигать какие-то предметы чем скажем в пластиковый пластик он видимо проще аккумулирует какой-то заряд чем скажем стекло то есть стекло это труд более следующий уровень более сложный но суть в том что мне было интересно получить какое-то проявление на физическом уровне потому что на тот момент я уже обладал всякими интересными состояниями там умел выходить из тела если как то ну с определенной высокой степени вероятности предсказывать будущее там и так далее чувствовать энергию но физического проявления прямого не было и мне было интересно вот получить какой-то такой опыт прямого проявления силы каких-то на физическом плане прости ты имеешь ввиду не просто теоретически вот мы разговариваем теоретически давайте мы сядем сейчас позу без позы мы будем заниматься медитацией на дело так 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 все сели в позу все стали медитировать получили какой-то свой опыт кто-то получил какие-то глюки кто-то получил действительно свою какую-то понимание того для чего ему это надо а вот физически это то как мы любим материалисты все потрогать пощупать и так далее правильно да именно так у меня было именно такое вот это желание но довольно интересно то что как только у меня получилось один раз провести этот телекинез у меня тут же пропала мотивация в этой области совершенствоваться потому что ну думаю ну вот я получил это а зачем то есть что с этим дальше делать и я просто понял что это возможно успокоился и больше с этим работать перестал то есть это перестало быть для меня целью и я честно говоря с тех пор вообще этим и не занимался ни разу даже не знаю получится это у меня или нет поскольку любой конкретный навык он требует тренировки и если они тренироваться долго то он либо слабо либо вовсе уходит но вообще сама идея прямого подтверждения на физическом плане тех или иных достижений она мне кажется неплохой но в определенных пределах потому что он не сам сталкивался с тем что он впадаешь в различные иллюзии вот и видел других людей которые также поступают впадая в эти иллюзии и в итоге я утвердился в следующем следующем способе проверки да реальности того что происходит это изменение жизни вот если моя жизнь меняется а это не всегда очевидно с первого взгляда да то есть не всегда это в тот же момент происходит но если на в практике я достиг какого-то нового состояния это неизбежно сказывается на всех обстоятельствах моей жизни это уже проверено сергей извини я перебью отличие менять жизнь она тебя не устраивает я бы сказал так нет предела совершенства вот в принципе устраивает но можно и лучше вот но как опять же лучше по хуже понятие относительные да для меня лучше означает чтобы в моей жизни больше присутствовала моя душа на то что но в принципе я живу неплохо очень даже у меня крыша над головой есть еда как бы то есть в принципе я ничем не не в бедности живу как бы мне всего хватает с другой стороны есть некая жажда которая собственно и толкнула меня на этот духовный путь жажда воссоединение со своей истинной сутью познания ее а это неизбежно жизнь меняет и есть вот одно из правил не ямы до йоговских удовлетворенность да то есть необходимо быть довольным тем что есть но в то же время есть и правило тапас жар то есть должна быть неуклонность практики вот и самообразование постоянно тоже еще одно правило поэтому я в общем-то доволен тем что есть но мне интересно вот именно более глубокое единство со своей душой и когда душа входит в жизнь жизнь меняется неизбежно причем в какую-то область которая может быть сразу и не всегда и нравится кажется что это что-то странное непонятное и привычные дела они перестают делаться привычным образом но зато потом возникает что-то новое меняются свойства тела одно из изменений вот которое такое достаточно проявленное это изменение питания я заметил что на определенном этапе вот медитативных и дыхательных практик я вдруг перестал принимать мясо что мне как-то удивило потому что в принципе на вкус то это мне нравилось да а тут вдруг раз и как-то тяжело мне его есть это мясо вот и потом след за мясом под последовали другие продукты и сейчас я являюсь полным сыроедом то есть не смысле сырьем а в смысле только сырую еду овощи фрукты вот это тоже явилась результатом практик и это проявление на физическом уровне я считаю что в общем-то позитивно но поначалу непривычное и как бы вот но потом я ощущаю некое изменение самого качества жизни то есть она становится лучше то есть некая вот прозрачность ясность она глубже хотя нельзя сказать что до этого я жил плохо я понял но если вернуться к тому факту с которого мы начали эту программу то есть этот факт имел место быть там нету никаких фальсификаций там все действительно так и было дырочек в этом самом сосуде пластиковом нету то есть это просто ты делал силой мы да да ну это ответ скажем оппозиционером как они воспримут это дело их я из этого скажем твоего ответа вы не следующая ну действительно мы делаем что-то для чего-то то есть просто так делать это же смысла то нету и скажем так вот ты сказал ты сделал попробовал получилось ты получил результат а потом ну а для чего это делать а кому это надо тебе это не надо кому-то может быть надо вот есть в индии люди которые живут по нашим понятиям очень и очень долго то есть в природе не существует то что мы знаем количество лет там где-то там ну не знаю там сто там 20 долгожителей сто шестьдесят там есть люди которые живут и не одну сотню лет а то и не одну тысячу просто нам это непонятно и почему об этом никто не знает задаются вопрос а потому что им это не надо чтобы мы об этом знали они делают свое дело они работают так как они работают они занимаются йогой так как они занимаются них есть свои мотивации то есть тут с этим как бы все понятно ну сергей мы мы было два момента которые в прошлой программе которые я задавал тебе и ты отвечал на этот вопрос то есть твоя мотивация допустим понятно ты скажем так уже продвинутый ты прошел стадии яма-не-яма там протестхара там асаны там пранаяма и так далее здорово замечательно допустим но эта цель твоя достижение чего-то и мы в прошлой программе говорили а есть люди которым это ну до этого далеко и они хотят поставить свою цель достижение какого-то внутреннего не состояния даже а достижение какой-то материальной цели что нету в этом ничего плохого не является ли цель которую мы мы перед собой ставим и это действие мы же поставили перед собой цель дальше мы пытаемся достичь этой цели какими-то практиками что тоже является действием но ведь сама цель это получение полного бездействия то есть мы как бы и не должны иметь никаких целей то есть нету ли здесь конфликта я бы сказал есть парадокс потому что вот мне нравится определение воли хотеть не желая как так то есть или там например одно из высказываний которое приписывается мастера дзенбат хитхарма знай не зная ведь не видя да то есть также и здесь как бы хоти не хотя вот что то такое если уж совсем ничего не хотеть то нет и никаких действий в том числе нет и практики с другой стороны находясь в этом мире мы должны как-то действовать и это распространяется и на практику но практика она и такая некая совершенно особая сфера и тут зависит от того да чего человек хочет достичь вот если он не хочет достичь каких-то конкретных целей то автоматически его энергия уходит на какой-то другой уровень и само это перераспределение энергии есть можно сказать мотивация то есть мотивация это некая установка глубинная которая направляет силу а сила всегда куда-то движется вот даже если мы думаем что мы ничего не хотим на самом деле куда-то эта сила идет а значит и и просто когда говорится о том что не нужно ставить цели это страховка от подмены вот каких-то реальности реальности своими какими-то представлениями реальности например если взять просветление да то цель довольно таки мало понятная и если человек ставит именно цель просветлиться то очень велик риск что он подменит это чем-то более понятным ему а значит ненастоящему искаженным поэтому говорится о том что нельзя ставить такую цель вот прямо так вот как мы ставим обычные цели но надо иметь ввиду что вот некое увеличение присутствия высшего я в жизни там вот осознанность но все это в итоге имеет под собой некую цель пусть и не оформленную бесформенную да не такую как обычные цели в обычном мире в той области в которой мы хорошо тоже отождествовали осведомлены но тем не менее цель это где-то есть ну мне кажется что цель естественно если у любого человека мотивации если у любого человека но способ мышления у всех разный то есть мы по-разному все думаем и добиваемся своей цели разными способами то есть я не знаю но вот меч это вот на ум так взбрело вот такой вот факт о том что но допустим художник скульптор он планирует и видит в своем так скажем воображении он готовится он готовится создать что-то он создается создать какую-то картину написать ее он готовится создать какую-то фигуру как скульптор и тут все понятно то есть надо подготовка это та самая подготовка которая допустим вот восьмиступенчатая система она идет тоже своего рода подготовка да опять же надо себя подготовить вот и пришел тому что ты занимаешься сыроедением допустим если человек и все понимают о том что это здорово замечательно и у сейчас везде говорят о том что мясо это вредно но человек решает резко так все бросить но он себя не подготовил он не подготовил свое сознание он не подготовил свой ум к этому и тут могут быть конфликтные ситуации то есть не готовность человека и его действия которые совершают или и скажем вот микеланджело примеру да когда его задали это крылатая так скажем его ответ а как вы создаете ваши шедевры он говорит это очень просто надо отсечь все ненужное у меня в связи с этим вот такой вопрос интересный смотри вот у тебя есть цель и ты учишь своих учеников ребята вам надо сейчас придя ко мне на занятия вам надо не думать ни о чем ну грубо так а как это сделать у нас есть мы не мы хотим это сделать но мы не подготовлены ведь к этому у нас есть существует огромное количество блоков у нас там чакры забиты у нас тело не работает надо подготовиться к этому так может быть есть смысл отсечь все вот это ненужное но только для этого надо думать по-другому ну кто думает как как мы сегодня как микеланджело вот мы хотим создать мы хотим всеми силами создать что-то создать какой-то шедевр а он берет и наоборот отсекает и шедевр создается правильно так вот может быть убрать у себя все эти блоки убрать у себя все то что непонятно не нужно а потом уже прийти к тебе на занятия уже подготовлены как ты считаешь я бы сказал так что остановка мыслей есть и течение всего ненужного вот то есть матикаем мысли другое дело что на у каждого это получается по-своему если человек захотел ко мне прийти если возникла такая ситуация значит уже он готов готов сама мотивация да то есть в разной степени но готов потому что если он не готов он даже не захочет этого вообще в принципе потому что у него будут совершенно другие мотивации но если возникла эта мотивация значит он уже готов к этому что касается различных блоков я бы сказал так что тело и чакры можно чистить бесконечно вот так же как квартиру можно убирать постоянно что вот например есть такая тоже правило чистота да внутренне и внешне можно добить до бесконечности намывать свою квартиру так и не приступив к тому зачем она существует да вот есть и такая опасность другой стороны там можно убраться так как то по минимуму вот то есть сейчас существует множество различных методик там чистки чакр и так далее но в них точно так же можно заблудиться и в этом плане я не стараюсь действовать от целостности не прочищать какие-то отдельные элементы а просто как я сам для себя делаю то есть например я вхожу в некое состояние остановки мысли дальше по пути в это состояние я начинаю чувствовать что именно мне мешает вот то есть именно мне да никому-то другому потому что у одного в одном месте блоки у другого в другом вот и дальше уже возможны какие-то дополнительные инструменты которые конкретно мне в моих обстоятельствах помогают преодолеть вот эту инерцию также люди которые ко мне приходят мы начинаем работать с остановкой мысли с медитацией и они чувствуют что мне вот мешает там не знаю что-то в груди мне мешает постоянные эмоции какие-то и мы уже начинаем с этим конкретно работать с тем что мешает то есть это я ощущаю что вот эти восемь ступеней йоги в частности они существуют одновременно то есть они постоянно идут вместе и вот эти правила ямы не ямы и асаны там не и вот чистота внутренняя то есть мы постоянно как бы одновременно с этим работаем по крайней мере в том виде как я это ощущаю и и человек можно сказать он всегда не готов для нового потому что изменяться всегда сложно и на этом пути и ты даже можешь и не подозревать где там у тебя какие проблемы и если человек недостаточно осознан даже асаны не всегда помогут ему там от чего-то очиститься он будет это делать просто как физкультуру да он будет физически крепче но вот именно некой концентрации внутренней работы которые сопутствуют этому там не будет поэтому нужно уже и медитация и концентрация одновременно так что я здесь вот вот эти ступени я ощущаю просто как никак последовательность во времени а как такую я бы сказал одновременно существующую сферу различных элементов которые просто активизируется по мере надобности понятно хорошо у меня тебе такой вопрос он как-то выпадает из канвы которые мы ведем но я просто недавно пересматривал переслушивал какие-то интервью с тобой в частности и ну ты начинал с того или какой-то был этап когда ты общался всем миром мир имеется ввиду мертвых для чего на том этапе это надо было надо ли это сейчас я бы сказал так какова история вопроса то есть в одном из состояния я ощутил что существует нечто за пределами опыта причем не только опыта этой жизни на и прошлых жизней то есть некий дух вне описания и в этом первом своем касании позже я его отождествил со смертью вот и дальше как бы я работал с ним как вот не с некой с тем что заходим находится за границей смерти и на умерших я настраивался именно потому что в них вот как бы этого состояния больше практика была медитации на кладбище когда я вот на фотографии на могилах настраивался и как бы чувствовал состояние человека не могу сказать что прям общение было хотя иногда тоже бывало спонтанно но основное заключалось в том чтобы почувствовать вот эту близость духу и через дверь смерти но позже когда я начал этот дух чувствовать отчетливее я понял что он это не только смерть он еще и любовь он еще и много каких других качеств и сама смерть она отошла на второй план сейчас я не чувствую в этом какой-то прямо необходимости именно через смерть это делать вот хотя тот факт что я че именно через дверь смерти коснулся это духа вот своего высшего я это накладывает отпечаток конечно и на все последующие касание то есть это где-то есть у меня некая качество видим это особенности психики у каждого свои кто-то через смерть к этому приходит кто-то через любовь кто-то через сознание там или еще что-то вот то есть сейчас в этом необходимости нет но на том этапе я думаю это был достаточно мощный инструмент хоть и опасный потому что были всякие события не всегда благоприятные как следствие моей в том числе не вполне правильной установки вот некая эта разрушительная сила разрушительное присутствие она как бы играла не всегда позитивную роль в том числе для моего здоровья однажды после поездки на места силы там на какие-то заброшенные курганы где мы настраивались на смерть там уже была погода такая не очень хорошая я вернулся и оказался в больнице причем врачи не знали чем я болен то есть что это было но диагноз выглядел так что что-то не то не так с кровью и и есть такой хитрый метод лечения ультрафиолетовое облучение крови ну по сути как я понимаю просто нет жизненной силы в крови и я понял что вот именно акцент на смерти при этом мое внутреннее состояние прекрасное то есть я не чувствовал ни депрессии ничего очень такое позитивное хорошее и смерть как вообще вот как я понял это очень радостно на самом деле состояние и после этого у меня очень изменилось отношение вообще к этому что когда человек умирает ну как бы он-то свободен а плачет люди в основном о себе да то есть на кого-то нас потянул да то есть а самому то человеку может быть и хорошо но вот коснувшись этого возможно мне было нужно преодолеть какой-то подсознательный страх смерти это вот конкретно для моего пути но когда это было сделано необходимость в этом отпала но и сейчас вот размышление о смерти они тоже присутствуют но уже конечно не в том объеме не с той позиции но вот некий смерть советчик да она где-то есть и периодически я стараюсь не упускать что на самом-то деле ничто не гарантированно в любую секунду мы можем исчезнуть из этого мира не как что называется без обрести без объяснения причин и это очень как сказать стимулирует к тому чтобы не строить каких-то иллюзорных планов а вот именно присутствовать здесь и сейчас быть эффективным вот именно в практике ну и в главной части практики которая называется жизнь сергей вот и когда описывал свои так сказать походы медитации на кладбище я подумал вот что два момента которые меня скажем заинтересовали первый момент ну как бы мне понятен то есть что такое смерть это переход в иное состояние получение опыта мы никто из нас не знаем что будет дальше поскольку но этот не переживали но кроме тех кто возможно имели клиническую смерть таких ну есть люди конечно они чего-то там видели чего-то там получали знали то есть это получение так сказать опыта какого-то который тебе ну необходим на том пути в котором ты был или тогда или который ты идешь по которому идешь сюда просто понимание что может происходить и что происходит тогда происходит будет происходить потом это с этим вопросом понятно а вот второй момент мне непонятен допустим то есть ну есть скажем определенные дни будем говорить когда душа расстается с этим телом то есть мы отмечаем ну в православной традиции мы знаем да 9 дней 40 дней кстати не 40 а 49 дней надо отмечать 9 плюс 40 дней ну и так далее и вот ты приходишь на кладбище и общаешься с мертвыми номер так там там есть просто бездыханный какой-то скафандр который еще возможно еще даже и не сгнил а но ведь там же нету субстанции и там же нету энергии то есть вот эти души они уже находятся где-то непонятно где они могут находиться уже где-то в каком-то хранилище ну как это описывается скажем в концепции происхождение человека и что происходит с нами и так далее как ты к этому относишься а я бы сказал так что на кладбище можно встретиться с рядом сил первое это сброшенные оболочки то есть душа когда уходит тоже физический труп остается в земле также может как эфирное тело сброшенное тоже некий эфирный труп валяется в на тонком плане астральный труп там ментальный тогда и некая часть ментала которая сбрасывается все это там можно найти и а в этом опасность да то есть можно настроиться на сброшенные оболочки а скажем вот если физическое тело она просто лежит да то сброшенная континентальная оболочка она может обладать каким-то подобием разума и пытаться сохранить себя то есть присосаться как вампир грубо говоря это опасность безусловно есть но с этим входим в резонанс при одном условии что ты отождествляешь смерть с трупом да вот первое вот и для себя сформулировал один важный принцип работы со смертью что очень четко разделить понятие смерть и понятие труп что смерть это уход души а труп это сброшенная оболочка если мы представляем себе в сознании как бы смерть что это вот разложение тела то есть мы настраиваемся автоматически на некий этот гнилостный грубо говоря аспект и рискуем настроиться на всякие там вот эти сброшенные оболочки но если мы настраиваемся на смерть как на изменение состояния души уходящей тогда мы минуем все эти моменты и настраиваемся на душу дальше на на кладбище я выбирал в основном могилы не самые свежие чтобы души успели очиститься тик физическому миру должно пройти около года если говорить о каких-то более глубинных аспектах я понимаю вот астральное тело или тело чувств оно уходит как раз вот где-то в районе 40 49 дней а вот чтобы сознание более глубинно ментальная грубо говоря часть очистилась нужно больше времени и поэтому мне всегда больше нравились старые кладбища вот еще плюс когда душа уходит и в земле лежит тело сам процесс ухода он как бы отпечатывается в земле да особенно если кладбище можно сказать на уровне социума зафиксировано что вот эта территория мертвых там особенно в древности кладбище еще освещали там специальным образом то есть это некий ритуал который вот делает эту землю другой ну и плюс главное это конечно уход души который отпечатывается и там вот этот грубо говоря канал да присутствует и моя основная цель была именно настроиться вот на этот вот канал минуя всякие вот эти разлагающиеся оболочки и есть фотография фотография это некий образ того той формы которую принимала душа через этот образ если войти в правильное состояние можно ощутить где эта душа находится сейчас хотя она уже не в этой форме но через это можно настроиться почувствовать так что в этом был для меня смысл пройти вот по этому каналу почувствовать вот этот путь очищения и это давало мне некое очищение меня самого то есть я как бы сам слегка проходил эти стадии да ну тут по моему существует довольно серьезная опасность дело в том что но не все скажем души получает тела это мы знаем есть причины почему они не получают тело и допустим человек кончает жизнь самоубийством он тело это не получит ему надо отработать он прерывал свою жизнь и существует определенные параметры определенное количество даже лет в зависимости ну опять же когда это все произошло и ну так бы существует что ли такая статистика это трудно конечно назвать статистикой ну вот примерно семь с половиной тысяч призраков так душ будем так говорить на одного живущего на земле вот то есть ты попадаешь на кладбище и ты преследуешь какую-то свою цель и вот там находится огромное количество 7 тысяч на одного человека такая даже не концентрация это в среднем да а вдруг там там в том месте находится больше и вот эти все вампиры так сказать они же пытаются найти ну тяжело без тела как бы находиться да мы знаем фильмы там много было фильмов где это все это описывается и показывается и нет ли для тебя такой опасности что вот будет внедрение и ты никак не защитишься этим всем даже с помощью твоих экстрасенсорных способностях я бы сказал так что смерть меняет людей вот то есть зависит от того как настраиваться то есть есть разные способы настройки часто под словом настройка подразумевает установление мужской некой эфирной связи то есть грубо говоря свою жизнь энергию мы формируем в канал и вот этим каналом грубо говоря касаемся чего-то и если вот таким вот образом касаться умерших то да то есть это чревато всякими разрушительными посредствами но если мы касаемся сознанием вот ну например спящий человек да то есть лежащее тело сам он спит как бы на нахождение в комнате со спящим человеком вовсе не означает что он вампир да как бы просто он в другом состоянии если смерть точно так же это просто другое состояние а как и любое неизвестное состояние но порождает масло массу всяких страхов и ужасов на самом деле как я понял на своем опыте не так все страшно вот просто вот при правильном подходе все нормально и я бы сказал так что далеко не все хотят жаждут обрести тело вот это я и по своей не вполне осознанной памяти могу сказать потому что погружение физический мир это довольно сильное ограничение себя да здесь есть определенные преимущества то есть здесь плотность событий в разы больше есть некая сила действия но есть и другие скажем так состояния которые дают ощущение гораздо большей свободы и смерть она вот как раз это состояние дает и некоторые души опять же в зависимости от своей психики им это состояние нравится гораздо больше чем состояние воплощения тут говорится как попадешь хотя конечно варианты всякой одержимости они возможны но все это возможно если ты сам этому даешь доступ а либо сознательное либо бессознательное есть опасность конечно безусловно в этом ты прав я бы не рекомендовал вот так запросто этим всем заниматься были всякие странные моменты то есть оно все было да но как и любая реальная практика потому что то что реально оно и опасно и со смертью работа особенно опасно но что меня привлекало в этом еще то что когда я чувствую смерть и вот мое тело чувствует присутствие смерти включаются совершенно другие механизмы чем когда ты просто вышел прогуляться там помедитировать что-то там попрактиковать вот когда ты чувствуешь смерть уже другое состояние вот и на это кстати подсаживаются я думаю экстремалы которые ходят что называется по лезвию бритвы там прыгают с парашютом раскрывая его в последний момент и так далее они вот это вот близость этой границы она дает нечто совершенно особенное то есть возникает некая сила которая движется вот между этими полюсами жизни смерти эта сила она дает ускорение какой-то особый вкус существования особую ясность вот аж как переживший клиническую смерть далеко как бы ну то есть не всегда им нравится то что по эту сторону больше чем по ту вот более того я то например ощущал именно так что по ту сторону лучше и работая с этими практиками смерти подтверждали это мое ощущение что смерть это не столько кара сколько некое как ни странное избавление но смотря как она происходит опять же да если это самоубийство то это одна ситуация то есть смерти человек он попадает в некое пространство я бы назвал это смертный сон так же как когда мы засыпаем попадаем в обычный сон и то каким будет этот сон зависит от жизни и если человек покончил жизнь самоубийством не решив какую-то свою проблему то есть проблема грубо говоря его съела то соответственно а эта проблема уходит вместе с ним то есть она остается присутствовать в его сне то есть некие страдания он будет продолжать испытывать и после смерти но если человек умер естественной смертью или там по каким-то причинам даже если несчастный случай все равно я вот еще понял что смерть никогда случайно не приходит не бывает несчастных случаев всегда это закономерный случай вот то есть это некое следствие каких-то глубинных процессов карму да да в том числе кармы то тогда конечно ситуация другая и вот этот смертный сон зависит от сна жизни да то есть и они связаны и туда на кого нарвешься ты упомянул о том что ну и многие считают на самом деле что это какая-то такая мини микро смерть когда человек попадает в состояние сна то есть состояние сна он совершенно функционирует по-другому и организм функционирует и сны которые ему снится ну есть люди которые занимаются осознанными сновидениями есть люди которые занимаются астральными путешествиями ты считаешь ну и Алексей выходил из тела наверное опыта ну в смысле у него был опыт и наверное и у тебя такой опыт был и у меня в каких-то там воплощениях было это я тоже точно знаю надо ли испытывать это ощущение потому что здесь так сказать есть разные варианты можно во первых тоже есть опасность того что можно каким-то образом и не вернуться с другой стороны можно попасть туда и получить какой-то очень негативный опыт как ты считаешь надо ли это делать или это можно вообще избежать вообще всего этого я бы сказал да я бы сказал все это зависит от мотивации от того пути на котором человек находится вот лично мне могу сказать что это было нужно просто потому что я получил прямой опыт что сознание это не тело и когда я увидел свое тело со стороны все мой мир поменялся очень сильно это уже были не рассказы какие-то о бессмертии души там или чего-то еще а я понял что да вот я могу существовать без тела в этом основной смысл работы с выходами из тела да и вот в том числе с осознанными сновидениями с которыми я тоже работал но время довольно плотно но как только опять же я убедился что это есть опять у меня пропала мотивация значит этим заниматься потому что основной фокус все таки вот в этой жизни хотя есть люди которые сделали выбор стола мира снов и выбрали не вернуться и я слышал такие истории что они вот выйдя из тела оставили свое тело окончательно причем это был выбор и там и остались где-то там что там с ними происходит неизвестно но вот как бы такой вариант возможен на тему не вернуться есть такая вероятность но примерно такая же как мы выходим на улицу то есть мы там тоже есть опасность попасть под машину то есть особенно в больших городах довольно опасное место но тем не менее как бы люди там прекрасно живут астрал тоже самое но там конечно мы менее осведомлены менее как сказать подкованы ну и нарваться на кого-то сильного в астрале тоже это надо уметь надо еще войти в резонанс потому что астрал это пространство большое ну как же как в лес пойти да ты далеко не сразу там медведя встретишь если встретишь то не факт что он тебя сразу съест то есть там как пойдет вот поэтому ценность вот этих всех опытов именно в том чтобы убрать фиксацию а потому что человек он очень ну фиксирован особенно с возрастом как бы фиксирован своим опытом жизни в физическом мире когда он понимает что есть другой опыт что можно получить опыт без физического мира это очень многое меняет ну и потом можно и как бы вот есть практика медитации что некое состояние вне опыта вообще да то есть чистый дух и вот это тоже как некая возможность но к ней я пришел опять же не сразу а сергей скажи пожалуйста существуют разные способы ускорения процесса своего познания будем так говорить один из способов которые начали применять еще в начале 20 века это психотропное средство и тот наркотик который запретили который назвали наркотиком он назывался lcd Lucy in the sky with the diamonds но на самом деле это не был наркотиком изначально то есть его потом назвали скажи как ты да ну и у Кастанеды есть Дон Хуан там пиотль и так далее и сейчас есть сегодня люди ездят в Перу скажем так океаско да в Бразилии это есть в Южной Америке и каждый пытается что-то найти свой какой-то вот такой вот опыт у каждого своя мотивация кому-то интересно кому-то действительно хочется вот с помощью ну быстрее так скажем как ты считаешь можно этим заниматься ну я бы сказал это опасный вот весьма хотя я думаю для существования этого пути тоже есть свои причины поскольку во многих традициях действительно существует это индийские садху практикуют и вот шаманы то есть в этом есть какой-то смысл с другой стороны если взять например легальные вещества например водка то есть не факт что она еще лучше чем вот это ЛСД то есть тут можно как бы порассуждать конечно хотя в некоторых странах даже рассуждение на эти темы уже статья вот я бы сказал так что любая внешняя сила которая входит в наше тело и делает что-то за нас да она что-то дает но и берет плату и как минимум эта плата заключается в том что в наше тело приходит что-то чужеродное и оставляет свой след то есть некие шлаки то есть яды вот отсюда как бы в том числе и садху и шаманы как бы они этим просто так бы как не пользовались как современные наркоманы просто чтобы получить удовольствие они четко знали что имеют дело с могущественной силой которая взимает определенную плату и после которой надо как-то восстанавливаться вот первое второе чем чаще мы прибегаем к внешним силам тем слабее у нас связь со своей собственной то есть чем чаще мы едем на машине тем соответственно у нас слабее ноги вот и можно рассматривать наркотики как некое такое транспортное средство которое в том числе если часто мы этим пользуемся оно как бы мы уже на себя на свою собственную связь с высшим я на свой внутренний источник можем положиться в меньшей степени потому что он замыливается вот этой вот внешней силой вот так что здесь в принципе я бы меня спрашивают часто про наркотики я обычно говорю я не рекомендую но не запрещаю да то есть человек может попробовать этот опыт вот особенно если это касается всяких там разрешенных веществ но бывают всякие ситуации с этими наркотиками так же как вот и со смертью вот бывали бывают ситуации когда человек настолько там стремится к смерти что это доводит его до самоубийства а это как бы тоже в общем то неприемлемо с этими силами шутки плохи так что я думаю наркотики действительно способны двинуть наше сознание но не каждый наркотик и не с любой мотивацией вот и не в любой дозе так что здесь возможность есть но надо с этим очень аккуратно и не прибегать к этому слишком часто ну это все правильно да я не имел ввиду кстати наркотики как наркотики я имел ввиду наркотики их сегодня так называют но повторяю у меня есть фильм где речь идет об исследованиях воздействия на человека вот этих психотропных средств которые назвали lcd но потом задолго после этого и запретили потому что почему запретили ученые которые это было лаборатория выделялись много средств на развитие этого направления и речь шла как раз таки не воздействие на человека а скажем расширение функции человека с помощью чего-то а то есть какой-то как бы толчок с другой стороны ты прав конечно когда говоришь об этом потому что это опасно потому что опять же тело оно готово принять но сознание не готово и сознание заключается в том что для чего это все делается для чего это все происходит то ли это интересно то ли это ведь действительно происходит привыкание если им часто пользуются но мы сейчас не об этом говорим и на самом деле там есть опять же в физической там в трактатах говорится о том что и Шива выпил океан яда но это не значит что человеку надо взять и выпить то есть Шива это бог полубог он был готов к этому поэтому он выпил для своих целей каких-то то есть нам это конечно не грозит выпить там ложку и функционировать нормально но на самом деле я понимаю так что каждый человек в общем то в этом может и не нуждаться поскольку целенаправленно готовя себя к чему-то к своему какому-то пути он может это сделать своими средствами то есть у нас достаточно ресурсов в организме которые позволят выработать ну скажем гормон можно сказать опять же есть же разные виды то чего мы не знаем есть понятие допустим там и так далее и это нам позволит функционировать именно в том состоянии которое мы могли бы достигнуть с помощью вот таких психотропных средств ты согласен с этим я согласен с тем что да лучше опираться на свои ресурсы хотя помнится я пробовал покурить траву вот был такой опыт у меня довольно интересно но это был один раз и давно очень очень давно понятно хорошо сергей наша программа уже подошла к концу скоро у нас новая новая программа я тебя благодарю как всегда было очень интересно ну и дорогие друзья обращаюсь к вам я хотел бы сказать о том что мы сергеем расстаемся на какое-то время правильно мы вычислим когда сергей вернется обратно со своего путешествия ну и обязательно побеседуем и где он поделится своими впечатлениями от этого ну и я призываю всех кто хочет получать вовремя так скажем рассылки наши это подсоединяться на на ютюбе в наш канал подписываться и вы тогда будете получать эта программа записана записывается она будет обработана и появится в скором будущем на ютюбе и на фейсбуке сергей спасибо спасибо за внимание да спасибо хорошего путешествия удачи и новых впечатлений и мы встретимся в ближайшее время всего доброго всего до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания